Театральное представление для малышей о школе, последние напутственные слова и подарки выпускникам. «Нам есть чем гордиться», говорит глава города Николай Глига. И действительно, в этом теплом, уютном месте живет одна большая семья, которая в этом году снова отпускает своих детей во взрослую жизнь. «Переполняет, честно говоря, и сердце, и разум гордостью за тот коллектив, за наше государство, которое может позволить тех условиях, в которых мы находимся, создать такие условия, когда у нас такие выпускники детского дома, когда у нас такие воспитанники, которые умеют уже читать, писать перед первым классом. Вам большое спасибо за это, большое спасибо вашему коллективу, педагогам. И я желаю, чтобы все ваши воспитанники были такого же уровня». Гордиться воспитателям, то есть мамам и папам этих детей действительно есть чем. Все 12 выпускников достойно начали сдачу итоговых экзаменов. И все уж точно определились, куда поступят. Расставаться очень грустно, признаются две подруги, две Марии. Этот дом для всех стал родным. Но есть и повод для радости. Впереди новая взрослая жизнь и новый смысл в ней. «Мы вступаем в новую ступень жизни. Чуть-чуть есть такой боязни. Думаем, прорвемся». «Я медсестрой, акушерка. «Я дизайнер интерьера, так как закончила художественную школу». «Очень грустно. Здесь почти все мое детство прошло, и я здесь чувствую себя уже как дома, правда, и грустно». «Проходите». «Какие планы на жизнь?» «Ну, закончить обязательно учиться, строить свою семью, обязательно работать, обеспечить семью свою». В гости к будущим студентам и новоиспеченным первоклассникам пришла, как они сами ее называют, самая главная мама. Министра по социальной защите и труду Елена Куличенко поздравила ребят с праздником, пожелала удачных экзаменов и легкой учебы в первом классе. И сказала спасибо всем, кто с родительской любовью воспитывает будущее Приднестровья. «Вы нам дали эту возможность еще раз окунуться в детство, еще раз подумать, а какие правильные решения мы должны принимать для того, чтобы вам жилось лучше, для того, чтобы у вас было питание, для того, чтобы у вас была одежда, для того, чтобы было тепло, светло и уюта в этой большой семье. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, что вы создаете эти условия, что вы настойчиво, постоянно эти проблемы ставите, а мы пытаемся их вместе разрешить. Спасибо нашему государству, которое выделяет нам финансирование, чтобы мы могли это обеспечить для вас». Самым активным и талантливым ребятам вручают грамоты Минсосзащиты. Среди награждаемых – призеры и дипломанты международных, республиканских и городских конкурсовых соревнований. Но главный подарок сегодня все же ждал только четверых воспитанников детдома – в День защиты детей. У них появились мама и папа. «Наконец-то мы получили долгожданный приказ Министерства социальной защиты и труду Приднестровской Молдавской Республики о том, что… Спасибо вам огромное за доверие, что мы забираем Никиту в семью. И я хочу сказать вот что, дорогие дети. Никита свою судьбу, вот то, что произошло у него сейчас, именно совершил своими подвигами, ежедневными подвигами, занимаясь спортом». Воспитанника Бендерского детского дома, призера международных соревнований Никиту Качкина, Федерация гребли назвала лучшим спортсменом года. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.